Встреча с Локомотивом В начале первого тайма обе команды как будто прощупывали слабые стороны друг друга. Играли сдержанно, но довольно бодро. К 23-й минуте Сатурн ненадолго остался в меньшинстве из-за столкновения двух противодействующих игроков. А к 25-й футболист Локомотива получил желтую карточку, после чего арбитры снова зафиксировали нарушение правил. Так сине-белые получили возможность пробить угловой, который закончился голом. Гол, пошла подача, я оказался один на дальней штанге, мяч ко мне отскочил, я обработал его и ударил в ближний угол. Тебе же и прилетела желтая карточка, да? Да, во втором тайме получился фол. Как так вышло? Ну, пытался мяч отнять, немножко не успел, пришлось фолить. В первом тайме гол Максима оказался единственным, что явно не устраивало Локомотив, но давало надежду Сатурну. Команды находятся в турнирной таблице довольно близко, и шанс вырваться вперед есть и у тех, и у других. Поэтому во втором тайме игра начала набирать обороты. Трибуны то и дело взрывались кричалками и аплодисментами. Количество ударов головой в воздухе увеличилось. Впрочем, как и голевых моментов, с той и с другой стороны. Игра стала жестче, о чем свидетельствует красная карточка у Никиты Дронова, защитника Локомотива. Команда красных осталась в меньшинстве, что должно было сыграть на руку нашим футболистам. Однако что-то пошло не так, и сатурновцы словно потеряли концентрацию. Так на 70-й минуте в наши ворота влетел гол от Матвея Першина. Прилетел из расположения сборной в 6 утра. Поехал сразу домой, собрал рюкзак. Удалось поспать часа 2-3 и сразу на игру сюда, в Егоревск. Готовился, знал, что выйду, настраивался. Очень тяжелая игра на выезде. Очень хорошая команда, мастер Сатурн. Было очень тяжело. Пропустили. Трибуны поддерживали своих, давило это все очень сильно на нас. Но, тем не менее, мы не опустили руки. Счет 1-1 гнал и ту, и другую команду в атаку. Постоянно происходили отборы мяча. Команды перемещались из одной половины поля в другую. Время, отведенное для игры, подходило к концу. И арбитры добавили еще три минуты. По иронии судьбы, в самую последнюю происходит случайное нарушение правил штрафной площадки. И судья назначает пенальти. Легким движением ноги Максим Матвеев забивает гол. Что интересно, защитник в прошлом являлся игроком мастер Сатурна. Училище Олимпийского резерва просто класс. Здесь хорошие специалисты, хороший уровень училища. Мне очень понравилось. Здесь школа, все рядом. Второй тайм мы провели с удалением. Было очень тяжело. Но мы показали свой характер, проявили характер. За счет этого, думаю, победили. Впереди у обеих команд и другие игры в рамках юношеской лиги. Ближайшая игра Сатурна пройдет на поле хозяев 30 октября в 16.00 с Зенитом. Не пропустите!